Приветствую вас. Я думаю, что ситуация, которую вы описываете, Мечта 309, является довольно-таки классической. Эта классическая ситуация называется Созависимость. Ну, я видел таких ситуаций очень много, я думаю, что мои коллеги видели тоже таких ситуаций много, поэтому особо тут сказать, в общем-то, нечего. Да, ваш текст, по крайней мере, первое сообщение, именно его я прочитал, вот, все сообщения я не читал, вас очень много. Вот, ваше первое сообщение можно условно разделить на две части, на две составные части. Первое, это описание ваших отношений, второе, это, собственно, проблема алкоголизма. У вас не любовь, у вас созависимость. То, что вы описываете, это созависимость, потому что ваше эмоциональное состояние зависит от его эмоционального состояния. Это созависимость, классическая картина созависимости. Второе, понимаете, в чем дело, пить пиво, как любой, в общем, другой алкоголь, это выбор мужчины. Это его выбор. Именно выбор. И каждый раз мужчина делает этот выбор для себя сам. Вы хотите, чтобы он сделал другой выбор только для того, чтобы вам было лучше, условно говоря. Потому что вам это нужно. Потому что вы, человека, таким, как он есть, не принимаете. И на первый взгляд, казалось бы, ну как можно принять человека, который напивается пьяный, да? Я с вами согласен. Но вы, несмотря на то, что не принимаете эту его черту, вы продолжаете с ним быть. Вы продолжаете с ним быть, потому что вы видите его другим. Вы видите его, ну другого. Вы не видите его настоящего. Вы его идеализируете. Вы считаете, что, например, без алкоголя он был бы лучше, идеальным. И это не так. Потому что в основе алкоголя лежит личностная проблема. И эта личностная проблема, если мужчина перестанет пить, будет проявляться в чем-то другом. До тех пор, пока эта личностная проблема не будет полностью мужчиной решена. А полностью она решена мужчиной не будет, потому что вы не позволяете ему прочувствовать все последствия этой проблемы. Вы от него не уходите. Вы ему помогаете. Вы позволяете ему это делать. И таким образом проблема не решится никогда. Но самое главное, что вы, мужчину-то, по сути, не видите таким, как он есть. Вы видите лишь только образ, этот образ идеален. А реальный человек, он такой, слабый, со своими недостатками, но вы их не принимаете. Вы не принимаете тот конфликт, который лежит в основе мужчины, в основе того, что он пьет. Вы требуете от него, чтобы он перестал пить пиво, но что взамен? Что взамен ему дадится? Вы ничего не говорите о том, чтобы вы дали мужчине взамен. Ну, взамен вам дать нечего, потому что, судя по всему, вы даже не знаете, какая проблема толкает мужчина на то, чтобы пить. Что касается скандала, который вы устроили из СОР, то здесь, опять же, я вижу разновидность семейной игры, психологической. Скандал. Вы можете почитать про нее в интернете, чтобы я сейчас здесь не разводил воды на эту тему. Я думаю, вам станет несколько более понятно, что происходит. Отдельным пунктом мне кажется важно упомянуть то, что у вас, как вы говорите, вас убивает эта проблема. То есть, вы уже сейчас не способны отделить человека с его проблемами от себя со своими проблемами. И не способны отделить свои желания и потребности от его желаний и потребностей. Вам это сделать, мягко говоря, сложно. Именно поэтому у вас есть ощущение, что вас эта проблема убивает. Я бы сказал, что вы находитесь здесь в позиции жертвы, в позиции перекладывания ответственности с себя на мужчину за реализацию ваших желаний и за реализацию ваших потребностей, которые есть у вас. Я не считаю, что это хорошо для отношений. Я даже скажу больше, что мужчина именно потому и пьет. Точнее, мужчина именно потому и не перестанет пить, потому что вы ведете себя в позиции жертвы. И, соответственно, коль вы ведете себя в позиции жертвы, то у мужчины нет никаких причин для того, чтобы перестать употреблять алкоголь. К сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, я здесь, конечно, сказать не могу. К счастью, потому что если бы он перестал спить сейчас с вами, он бы никогда эту проблему не решил. То есть он не получил бы возможность решить свою проблему, если бы он решил ее вот благодаря вам. Потому что так, в общем-то, ну, не бывает. Вот. Вам нужно, вам можно почитать на интернете про треугольник Карпмана и про созависимость. Вам рекомендуется терапия для созависимых. Это работа с самооценкой, с личными границами, с границами ответственности, с личностным смыслом. Вот. И, собственно, тогда вы сможете выступать в отношениях, действительно, как катализатор тех изменений, которые могут быть у вашего мужчины. Вот. Пока что это вы занимаетесь перекладыванием, как я и сказал, ответственности на человека за свои собственные желания, за свои собственные проблемы, за свои собственные потребности. И возлагаете на него абсолютно непосильную ночь в соответствование образу, который вы сами придумали. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, здесь не мнения нужны, здесь не какие-то обсуждения нужны, здесь нужна именно психотерапия, вот, и только психотерапия. Способны вам помочь. Вот. На этом всё. Я ещё раз надеюсь, что это было полезно. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Для вас, по крайней мере.